Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью Рашворд, и с вами я, Юрий Гемельфар. Иногда в жизни бывает так, что мелкие, подчас даже смешные события, они с предельной ясностью обозначают происходящее. Я имею в виду вот что. Последние два месяца уже и на Западе, и либеральная общественность в России, и в Украине серьезно говорят о том, что Кремль намеревается начать какую-то военную авантюру на востоке Украины. И даже называют конкретные сроки, где-то конец января. Публиковались даже карты. Но я напомню, друзья мои, что серьезные аналитики, специалисты, они сказали, что все это исключительно такое морально-политическое давление на Зеленского с целью пойти на уступки. Ну, в самом деле, друзья мои, ну нельзя же на полном серьезе требовать от Североатлантического альянса каких-то там юридических гарантий неприсоединения третьей страны к этому альянсу. Ну, согласитесь, это дело страны и самого НАТО, но никак не России. Над этим ультиматумом Путина серьезные люди просто посмеялись, но на этом все и закончилось. И ваш прокурный слуга сделал предположение такое, что не исключено, что и дальше будут какие-то моральные давления. Как говорится, предчувствие его не обмануть. Тут в этой связи нарисовался еще один туз в рукаве Кремля, а именно Рамзан Ахмадович Кадыров, я напоминаю, глава Чеченской Республики, генерал-майор полиции и академик. Так вот, Рамзан Кадыров, как сообщает ТАСС, он заявил о возможности присоединения Украины к России. Но возникает вопрос, а как он это сделал? Обычно в слова Кадырова нет смысла вдумываться, ну, что тут можно комментировать. Но вот в это заявление есть смысл внимательно вчитаться. Полевопытствуем. Итак, цитата первая. Если будет существовать Киев, для Запада будет место, чтобы ставить там свои военные базы и диктовать свои условия нашему государству. Я уверен, наш президент этого не позволит. А мы, пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем. Ну, казалось бы, ерунда на постном масле. Ничего особенного тут нет. Это стандартные кадыровские заявления. Но вот дальше идет очень интересно. Цитирую. Украинский проблемный вопрос – это даже не уровень президента, это мой уровень. Если бы мне поручили, я бы давно решил. Или присоединил бы к Чеченской республике Украину, или забрал бы, решил бы вопрос там. Но все-таки есть государственные нормативно-правовые договоренности, что не позволяют принимать такие решения. Но мое убежденное мнение, что если господин Зеленский и его команда будут так вести себя, то Украину давно должны присоединить к нашей стране. Добавил Кадыров, подчеркнул, что при этом он высказывает свое личное мнение. Ну, конечно, понимаете, дорогие друзья, над этим можно весело похихикать, что Украина Чеченская республика или Чечена Украина – это очень, конечно, забавно. Это звучит прекрасно. Но давайте мы вдумаемся в то, что нет, 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 нет. Не заявил Кадыров, а то вообще, что произошло. Совершенно очевидно тот факт, что Рамзан Кадыров – это полусамостоятельная фигура. Да, ему отдан, по сути дела, на откуп Северный Кавказ, твори там, что хочешь, но обеспечь 100% голосов за Путина и за Единую Россию. Это понятно. Да, понятно и то, что Кремль платит Чеченской республике дань за поражение в первой и во второй, особенно, Чеченской авантин. Ладно, это понятно. Но в данной ситуации вот такая непредсказуемая фигура, как Кадыров, делает подобного рода заявление, здесь со всей очевидностью вырисовывается очень любопытный пасьянс. Понятное дело, что не сам Кадыров до этого додумался. Понятное дело, что ему велели, так сказать, велели и Кремля. Ну, давайте мы скажем политкорректно. Настоятельно попросили. И я при этом больше чем уверен, что даже сам текст данного выступления был согласован с администрацией президента. Но в этом случае Кремль всегда может сказать, что это не мы, это частное мнение главы региона. Причем тут мы? Мы-то так не заявляем. А с другой стороны, это козы в переговорах с Западом, вот мол, смотрите на эту фигуру, смотрите на Рамзана Кадырова. Только мы его можем сдержать, поэтому лучше пойдите нам навстречу. Ну, я полагаю, вот тут, друзья мои, я высказываю мое исключительно такое приватное мнение, оценочное суждение, что именно как раз в Киеве этот расклад великолепно поняли, поскольку на подобный пассаж Кадырова никто даже не ответил. И не обратил на него ни малейшего внимания, что абсолютно, с моей точки зрения, правильно. Ну, мало ли, кто что там заявляет. Совершенно так же очевидно, что слова Рамзана Ахмадовича Кадырова, это, назовем вещи своими именами, это бла-бла-бла, зачем ему тратить свои войска, верные ему, для того, чтобы класть их в украинский чернозем. Ему это совершенно не нужно, эти войска в случае чего, а мы говорили в случае чего, они ему самому пригодятся. Но в данной ситуации, вот я хочу обратить ваше внимание на следующее, это очередной козырь, очередной, так сказать, ход в политической игре с Западом. Но здесь важно обратить внимание и на другую. Дело в том, что если уже Кремль такие вещи выкладывает в качестве козырей, значит все, дальше повышать ставки уже некуда. Что делать? Начинать наступление на Украину, начинать наступление на Киев с катастрофическими последствиями. И я имею в виду в данном случае не только потери. Российская армия просто к этому не готова. Я имею в виду политические и экономические потери. Потому что Россия тогда будет, по сути дела, воевать со всем миром и, безусловно, потерпит сокрушительное поражение. В этом сомневаться не приходится. И все эти разговоры, что до Киева российские танки дойдут за один день, ну, ребят, это бла-бла-бла. Это глупость. Кроме того, войска, я напоминаю, путинские войска, они не сделали главного. Они не выведены в район сосредоточения и не приведены в боевую готовность. А вот этого, это вообще, это последний будет козырь. Вывод войск в район сосредоточения. Таким образом, мы приходим к выводу. Это заявление Рамзана Кадырова. Ну, это просто, скажем так, бла-бла-бла. Очередной ход в политической игре. Но ход, я так думаю, если уж на такие вещи пошел кредит. Значит, ход, можно сказать, почти последний. Да, плохи дела у Кремля, если такие козыря у них в колоде. Плохи дела. Впрочем, друзья, я же, как всегда, напоминаю, выводы делать только вам. С наступающим вас Новым Годом и подписывайтесь на канал Нью-Рашворд. До встречи.